ребят всем привет в общем сегодня я вам расскажу и постараюсь показать как варить трубы быстро все что я буду рассказывать и показывать это как бы этому нигде не научат это лично из моего опыта ну так случилось что я работаю с варным уже тридцать один год как и большую часть всего этого стажа моего трудового я варил трубы где я только их не варил и ctp и т.п. и пожаротушение и отопление и холодоснабжение теплоснабжение общем массу всяких труб я варил всяких разных диаметры толщина стенки вот я вам хочу показать рассказать не так как вот я несколько видео посмотрел на ю тубе там ребята снимают фаску делают зазорчик я вам покажу как это все происходит в реальной жизни цель моего рассказа как бы дать вам информацию чтобы вы могли зарабатывать больше денег то есть если мы заварим допустим 10 стыков за два часа или за 40 минут есть разница то есть быстрее сделал работу забрал деньги убежал мы сейчас переоденемся и начнем погнали так ребята мы готовы значит варить будем электродами а к 46 почему именно эти электроды потому что этими электродами я уже как бы лет 6 или 7 варю трубы только ими только ими имеется ввиду мелкие трубы не крупные трубы там имеется ввиду от 133 диаметра и выше там 219 там уже толще стенка там уже можно варить электродом с основным покрытием без отрыва имею ввиду мелкие трубы от 15 до сотки спокойно отлично варится этим электродом много раз я видел и слышал что сварные советуют даже рекомендуют варить мелкие трубы электродом с основным покрытием я даже не знаю как это делать это во первых очень много времени займет этим электродом варить во вторых он предусматривает сварку без отрыва поэтому если есть труба тонкая там 40 32 я думаю не стоит даже связываться с этими электродами так как ну не заваришь его без отрыва можно конечно там изгаляться ставить маленький ток снизу вверху так вот поднимать я не знаю ребят я этим никогда не занимался берешь а к 46 и спокойненько варишь я этими электродами заварил ну вот на последнем объекте в гальянова мы там работали 6 или 7 месяцев я примерно подсчитывал за все это время я около 35 тысяч стыков заварил всякой разной трубы именно этими электродами не никогда никаких проблем не было нигде ничего не текло все ровно поэтому варим этими электродами я ребята попрошу чтобы монтажер на монтаже вставил сюда и либо сюда фотки моих работ посмотрите что этом наварил за свою скажем трудовую деятельность ну там одни из последних моих работ там и т.п. всякие разные посмотрите в общем так ребята смотрите как мы будем варить трубу вот я уже прихватил я специально взял один кусок черный другую оцинковку чтобы немножко усложнить как-то этот процесс но для меня разницы нет черная оцинковка она варится практически одинаково зажигаемся здесь так как труба довольно толстая зажгли электрод и на короткой дуге вот этой рукой левой потихонечку и крутим электрод просто держим он сам ее варит трубу сам варит тут насколько быстро и укрутить это надо как бы почувствовать этот момент чтобы сюда не заползала чтобы шлаком не затекала и чтобы не перегревалась труба потому что если мы будем варить вот здесь труба перегреется и провалится где-то вот в этом месте можно держать когда труба тоньше можно немножко ближе как бы многие сварные особенно начинающие делают какую ошибку они вложат трубу начинают варить вот так с отрывом зажгли электрод раз 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 так конечно тоже можно варить ну так я варю неповоротный стык когда трубу нельзя крутить такой способ сварки это очень долго очень много времени это все отнимает когда мы будем варить вот так ну на 80 трубу я думаю два электрода и и те не уйдут быстренько пробежали и готова в общем сейчас зажигаем сварку и варим ток я поставлю примерно ну 100 120 ампер и посмотрим как пойдет вот так ребята потихонечку сильно много току ставить не надо чтоб трубу нам не прожечь левой рукой трубу прокручиваем электрод просто держим он сам варит размазывать тут ничего не надо просто где шов там держим электрод при такой сварке шов видно отлично если вы левша тут все делаем зеркальном отражении сейчас парни подождем немножечко остынет шлак обобьем посмотрим что у нас тут получается так ребята один момент смотрите когда вы заходите там варить и т.п. ст.п. в общем вы понимаете что у вас будет 50 100 а то есть 120 стыков ежедневно вы должны как бы настроить свое рабочее место чтобы было удобно вы сильно не уставали посмотрите как я сделал это может быть ну две направляющие там два уголка 2 2 профиля разницы нет главное чтоб они не ржавые масса хорошо проходила чтобы труба хорошо крутилась положили тут флянец приварили там врезали резьбу стык заварили я сейчас стою обычно я делаю когда варю и т.п. обычно я делаю так чтобы я сидел чтобы я сидя варил у меня стульчик такой раскладной я в леруа мерле не купил сажусь на стульчик и чтобы меня вот это чуть ниже моих глаз сварочка было я сел и варю то есть слесарь мне нарезает подгоняет мне отдает я заварил он пошел дальше как бы вот такой процесс ну давайте я сейчас стык этот доварю и посмотрим что у нас получится в общем и в целом ну вот ребята как я и говорил два электрода 80 труба и готова сейчас мы шлачок отобьем посмотрим что у нас вышло сейчас немножечко остынет ну вот ребятки вот так получается ребят всякие врезки там манометры сливы термометры их там будет тоже куча варим я варю их тоже без отрыва вот я как бы уже прихватил резьбу не забывайте накручивать муфточку чтобы резьба не не загадилась вот я варю ее как бы следующим образом вот здесь прихватываю здесь электрод зажег и начинаю варить постепенно прокручиваю трубу варю 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 вот когда я уже дохожу до сюда здесь вот небольшая проблемка здесь надо оббить шлак здесь и останавливаюсь шлачок оббиваю и отсюда продолжаю и закрываю этот стык ну сейчас поварим посмотрите так вот и как бы уже почти весь стык обварил сейчас немножечко оббиваем вот здесь чтобы закончить и вот здесь и заканчиваем стык сейчас немножко остынет обобьем шлачок посмотрим вот ребят вот такая вот получается врезочка все аккуратненько все нормалды ребят что касается мелких диаметров труб вот например вот 25 там 20 15 когда их варишь они очень быстро нагреваются и очень велика вероятность что металл просто провалится поэтому когда я варю мелкие трубы я их тоже варю без отрыва у меня ванна получается не здесь а вот немножко как бы сюда при таком расположении ванны металл как бы не сильно нагревает сам стык и он как бы сам под своим весом у металла когда жидкий он текучие он сам закрывает собой вот этот стык то есть тонкая труба ванну держим не здесь вот не немножечко не здесь прямо потому что здесь будет затекать шлаком а вот чуть 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 вот сюда и отлично сильно труба не греется быстро варится нормально давайте поварим посмотрим вот я сымитировал ситуацию это система пожаротушения так называемая сплинкер на многие наверняка уже с ними сталкивались там лучи луч сплинкер сюда вкручивается распылитель воды и их бывает в системе пожаротушения ну тысяча две две тысячи штук у таких надо варить вот я сымитировал эту ситуацию здесь глушится труба здесь сплинкер их может быть один два три на этой трубе в общем зависит от чертежа какой дадут в общем давайте под поварим посмотрим вот я почти всю ее обошел сейчас вот этот шлак надо обидеть чтобы закончить перекрыть вот здесь раковинка небольшая мы начнем отсюда и перекроем и все будет нормально вот ребят шлак мы обили вот такой получился стычок не бойтесь что он там немножко наплывчик где-то это все особенно пожарка она под потолком и это никто видеть не будет покраситься и забудут за нее что она там и есть потом смотрите еще вот эти муфты они есть специальные муфты для пожаротушения они уже зарезаны под трубу вот здесь зарезаны они я такую не нашел купил обычную но они зарезанные муфта немножко подороже и заказчики очень часто экономят эти копейки покупают простые муфты вот и вот эти вот зазоры их без отрыва не получится заварить приходится с отрывом направлять направлять заваривать вот эту муфту имейте ввиду когда приходите на объект вам предлагают такую работу я сразу ставлю условия чтобы покупали муфты зарезанные и и положила на сразу на трубу идеально ложится и без отрыва и обошел и все это будет просто время у вас отнимать давайте сейчас заварим и посмотрим конечный результат еще ребята один момент я когда варю и т.п. много сварки я обычно беру ведро воды такое побольше рядом с собой ставлю от заварился ты пока красный чтобы не ждать пока он остынет тем более когда шлак горячий начнешь его отбивать он летит прилипает к лицу в глаз бывает прилипает не очень это все приятно поэтому я с собой рядом ставлю ведро с водой заварил прям макнул его туда моментально остыл причем я его в воде долго не держу чтобы труба не промокла просто чтобы она вот остыла до нормальной температуры и когда в воду макнешь шлак просто вот пару раз стукнул сам бы обсыпается моментально сейчас обобьем шлак посмотрим что у нас вышло вот парни я сходил у нас там в углу стоит ведро с водой макнул посмотрите вот так вот вот готовое изделие сюда сплинкер закрутил лучше вварил и готово так ребят наверное все вы обратили внимание на мою маску я ее купил как бы недавно где-то месяц чуть больше назад я обязательно сниму про нее видео подробнейший обзор сделаю с точки зрения сварного в общем подробненько все снимем расскажем вам покажем у меня еще система есть от фло которая подает сюда очищенный воздух я ее сейчас просто не одевал потому что почему тут варили три электрода сожгли это несерьезно а так все подцепим посмотрим расскажем покажем в общем парни у нас идея такая сделать канал профессиональный канал именно о сварке о сварочном оборудовании может быть получится привлечь производителей показать вам все рассказать об этом мне как бы через год исполняется 50 лет моя трудовая деятельность уже подходит к своему логическому завершению наверняка я накопил какой какой-никакой опыт мне есть что вам рассказать чем поделиться надеюсь вам будет это интересно может вы меня чему научите я как бы никогда не против был поучиться вот поэтому подписывайтесь ребятки на канал будем стараться делать для вас интересный контент ставьте колокольчик чтобы ничего не пропустить в общем до встречи в следующем видео а а а а и